Сегодня у нас, судя по всему, заключительная лекция, посвященная истории цвета, и я хочу серьезно еще посетить на истории ужаса в искусстве, и вообще категории ужасного как таковой. И я планировал дать вам лекцию, посвященную степени дифференцированности восприятия в цвете и звуке на историческом примере, на примере истории человеческой культуры. Однако, когда я стал готовить материал, я понял, что погружаться хотя бы частично в историю дифференциации звукового восприятия фактически в нашем курсе невозможно. Это потребовало бы несколько лекций, потому что слишком много подскудных тем приходилось бы поднимать. Как вы понимаете, любую смену парадигмы напрямую доказать невозможно, только посвенными свидетельствами. Поэтому их должно быть много, и чтобы это выглядело убедительно, нужен широкий контекст. Поэтому я решил остановиться на дифференцированности степени, дифференцированности восприятия в области цвета, и сегодняшняя наша лекция будет даже не только об этом, но и о тех базовых опорных оппозициях, которые всегда лежат в основании любой дифференциации. То есть вы понимаете, что любое деление, более подробное и менее подробное, возможно лишь в условиях определенных оппозиций. Их может быть не две, их может быть три, их может быть еще больше, но если у нас не выстроена сама некая сетка координат, то в общем-то никакая дифференциация просто окажется невозможной. Поэтому сегодняшняя лекция будет и о возможностях более тонко воспринимать те или иные цветовые оттенки, и о том, какие самые базовые оппозиции лежали в основании этих систем восприятия цвета. И такие подтверждения, что в разные исторические эпохи люди по-разному воспринимали оттенки цветов. Они есть на самом деле не только в произведениях искусства, но есть они и в языке. Есть на самом деле даже в доязыковых произведениях искусства, то есть относящихся к культуре наиболее архаичной. Поэтому говорить о том, что наше восприятие более дифференцированное, чем оно было у человека времен палеолита, ну в общем-то это не верно. Оно иное, но ни в коей степени не более утонченное, не более изощренное. Более того, как раз у меня есть большое подозрение, что в наиболее архаичное время восприятие и цвета, и звука было несоизмеримо более утонченным, просто потому что от этого зависело само выживание человека как такового. Потому что если для нас, в общем-то, смертельным не будет, если вы заказали чехол для смартфона, он пришел немножко иного оттенка. Ну ничего страшного не произойдет. А вот если вы съедите ягоду немножко иного оттенка, то может оказаться, что это вовсе другая еда. И попадете на пациент, или возьметесь за какую-нибудь лягушку, которая окажется ядовимой. То же самое можно сказать и о звуке. То есть сейчас вы не отличите какие-то тонкие оттенки звука, ну в общем-то ничего не произойдет. Тогда у вас могли просто съединиться по этому. Если вы не сможете из-за шороха листьев, из-под звука дождя вычленить шаги к радущемуся хищнику, то в общем-то вы просто погибнете. А понятно, что изначально и глаза, и уши нам даны не для того, чтобы любоваться красотами произведений искусства, а для выжелания. И именно на этом аспекте расприятия цвета мне бы хотелось сегодня остановиться и пойдем прямо по хронологическому порядку. То есть начнем от самых-самых древнейших примеров произведений искусства, которые на самом деле подтверждают только что мной сказанное и демонстрируют совершенно беспрецедентное восприятие, в частности оттенков черного. Ну, в современных европейских языках для черного цвета используется всего одно слово. Очень редко мы к этому добавляем матовый черный или глянцевый черный. А еще реже мы говорим о грязно-черном или о благородно-черном. Ну, в общем-то, слово все равно одно и то же. Если слово одно и то же, значит все это, в общем-то, относится к некой единой группе, которую мы воспринимаем в той или иной степени недельницы. Количество же, так скажем, оттенков, которые мы фиксируем в других цветах, которые мы считаем настоящими цветами, да, в отличие от черного, который вроде как не совсем цвет, мы настолько к нему привыкли по тексту, начиная с эпохи книгопечатания, в общем-то, в остальных цветах мы отличаем колоссальное количество оттенков, да, это может быть лимонный, это может быть олый, это уже не просто желтый, да, это может быть там алый, это может быть пурпурный и так далее. То есть розовый даже, да, как некая переходная форма. И там, на самом деле, миллион оттенков во всех остальных цветах, но черный для нас это просто черный. В древности это было, судя по всему, совершенно не так, и у того есть определенные основания. В большинстве космогоний появлению мироздания предшествует мрак. Ну, в Библии мы читаем, земля же была пуста и безвидна. Или как написано в Торе, это тоху в абоху, да, то есть до появления цвета был мрак, в котором невозможно была никакая референциация цветов. Даже в полумраке человеческий глаз практически не улавливает цветовых градаций. А полный мрак воспринимается нами как нечто черное. Хотя понятно, что черным он не является. Как известно, основным двигателем прогресса на протяжении всей истории человеческой цивилизации был страх. И попытка обуздать этот страх, в общем-то, и порождала величайшее открытие. И, возможно, по этой причине первым цветом, который так сильно заинтересовал человека, был как раз черный цвет. Его градации, его оттенки. Так как умение отличать цвета в полумраке или выделять фигуры в темноте было тогда действительно жизненно важным. И, вероятно, по этой самой причине первым искусственным красителем в истории человеческой культуры становится как раз черный краситель. Именно черную краску впервые начинают специально изготовлять, а не просто использовать природные красители. И этим искусственным красителем стал древесный уголь. На самом деле, уголь может давать очень-очень разнообразные оттенки цвета. Различное сырье для этого требуется. Ветки, корни, скрупа, кости, косточки фруктов. Они дают совершенно различные оттенки черного. А степень прокаливания всех этих предметов на огне дает различную насыщенность тона. С течением времени люди научились изготавливать черную краску и из сжигаемых рабов и костей животных. Черный, к примеру, получаемый из слоновой кости на протяжении тысячелетий считается самым эффектным, самым красивым, самым благородным черным цветом. Но понятно, что он стоил очень дорого. Ну и последним новшеством палеолитического искусства, то есть искусства древнего, наиболее архаичного, стало использование минерального сырья для изготовления черных красителей. Прежде всего, это был оксид марганца. Вот вы видите, древесный рубль, в зависимости от сырья можно получить самые разнообразные оттенки черного. И этим активно пользовались. И, собственно, оксид марганца. Оксид марганца истирали в порошок уже неандертальцы. Правда, не использовали в целях изобразительных, то есть в искусстве он у них не фигурировал. Они использовали этот порошок для того, чтобы более эффективно разжигать костер. Просто если был дождь, если ветки сырые, то, в общем-то, шанс разжечь костер техникой трения у вас очень и очень низкий. Однако, если вы подбросите в эти ветки определенную толику оксида марганца, они использовали пиролюсинт в основном. И истирали его специальным точильным камнем. То степень возгорания сильно повышается. И неандертальцы уже, получается, пользовались какими-то зачатками гемии. Однако, как часто это бывает, нечто открытое совсем для других целей попадает в искусство. Возможно, случайно, но уже в эпоху палеолита древними людьми был оценен совершенно превосходный оттенок черного, который дает оксид марганца. И, в общем-то, его распространение было весьма значительно. То есть, применение вот этого химического минерального сырья для изготовления черного красителя. Наверное, самый известный пример в истории применения именно оксида марганца в живописи. Вот, кстати, пиролюсинт. Это природное сырье. Наверное, его собственные неандертальцы, а потом и наши непосредственные предки, терли на черный краситель. А вот его применение. Это роспичный пещер Лоско, одна из самых известных пещер полиолитического искусства. Там активнейшим образом используется как раз оксид марганца для получения черного цвета. Очень специфический черный цвет от этого получается. Однако, это не значит, что шли просто поиски в получении самого лучшего черного цвета. Черный цвет – это была целая гамма богатейших оттенков. И, возможно, опять же, наиболее показательной здесь является пещера Мино, это тоже во Франции, где используется огромное количество различных оттенков черной краски, полученной из древесного угля. Вы видите на изображениях, что можно получить оттенки от сине-фиолетового до фактически темно-коричневого, с огромным количеством градаций внутри этой диспозиции. Вот еще пример. Очень-очень большое разнообразие черного цвета, причем, понимаете, в чем дело? Это используется одновременно, и это продуманная техника. Вот в чем дело. То есть, определенные линии выполняются определенным оттенком черного. То есть, речь идет о том, что для человека того времени черный был абсолютно хроматическим, полноцветным колором, которым можно пользоваться во всех его градациях. Как мы, допустим, сейчас можем использовать различные оттенки красного, синего или зеленого. Значит, восприятие древнего человека вовсе не было притупленным. И когда мы говорили с вами о том, чтобы реки не видели синего цвета, это не вытекает из этого нисколько, что они хуже воспринимали реальность. Нет простых приоритетов, были смещены. Позже, уже в период первых цивилизаций, появляется еще один важный оттенок, лежащий между белым и черным. Это серый. Серый цвет впервые появляется в древнем Египте. Египтяне нашли некалитую технику изготовления этого серого цвета. Они смешивают уголь с свинцовыми белилами. Естественно, от пропорций смешения этих компонентов мы получаем различные оттенки серого. От почти черного до почти белого. Да? А как они синий цвет получали? Вы же говорили, что времени не получалось. В данном случае в египтян была своя технология. В других культурах, то есть Греция и Рим, фактически неизвестная. Несмотря на то, что греки контактировали активно, тем более римляне с Египтом, на их территорию это не переходит. Более того, здесь речь идет, понимаете, даже не о том, существовал ли он в Греции или Риме. А в том, что он не воспринимался. Вот в чем дело. То есть в их сетке координат такого цвета просто не было. Был просто темный. Как я уже вам рассказывал, мы селек, например, красным цветом могли назвать. А цвет киамос, который использовался для синего в греческой культуре, им могли назвать что-то черное, фиолетовое. Отдельного слова даже не было. То есть они его видели, но не воспринимали как некий отдельный тон. И на самом деле то, как мы сейчас воспринимаем цвета, это тоже не совсем верно. То есть если подходить к этому процессу сугубо с научной точки зрения, на который, кстати, бился Ньютон. Это отдельная тема. Мы все знаем, что Ньютон изобрел, а точнее открыл, естественно, а не изобрел. Открыл спектр. Он изобрел технику его расщепления и сведения на оборот к первому, через двойную призму. Он открыл спектр, но изначально в спектре Ньютона использует всего пять цветов. Потом в угоду на потребу толпы он использует семь цветов. Но он был категорически против такого деления. Он говорит о том, что цвет – это континуум, который можно поделить как угодно. Симметрично, асимметрично. То есть на самом деле цвета как такового, как от фиксированного оттенка не существует. В греческой системе ценностей синий ничем не отличался от черного и фиолетового. Это был один и тот же цвет. В то время для древнего египтянина была важна даже фиксация оттенков серого. Естественно, на фоне серого активнейшим образом используется черный. Вы видите голову он в лесах, которая всегда черная. И на этом фоне он всегда очень ревно выделяется. Вы видите более темный оттенок. И еще более мрачный оттенок. И тем не менее мы всегда можем отличить, что изображено черным, а что изображено серым. Где добавлялись все-таки серымцовые белила. Этот оттенок был очень-очень важен и очень строго соблюдался. То есть морду Анубиса никто здесь серой не изображал. То есть она будет черной. Более того, в египетской культуре, в отличие от нашей, черный никогда не был негативным цветом. Это цвет, который наделен исключительно позитивным смыслом. То есть его символизм исключительно позитивен. Более того, сам египет, он именовался хемом, земля. Кем, что переводится как черная земля. То есть плодородная земля. И отсюда всем известное слово химия. То, что из Египта. И в Египте был свой судьбоносный такой цвет. Свой негативный цвет. И он, в общем-то, был совсем не черный. Это багрово-красный. Это цвет сетха, основного противника хора. Это цвет пустыни. И, понимаете, для египтянина абсолютно очевидно, что черный – это та, где жить можно. Это плодородная земля. Это маленький-маленький клочок суши вдоль Нила, где жизнь торжествует над смертью. Все остальное – это красная пустыня. Красная, она, конечно, является прежде всего на восходе, на закате. Но не случайно именно этот оттенок, оттенок песка на закате приобретает лик бога сетха. Который, опять же, не был исключительно дьяволом христианским. Там все-таки иная несколько диспозиция. Но, тем не менее, именно этот цвет для египетской культуры можно считать оппозитным к черному. Черный – хорошо, багрово-красный – плохо. По абсолютной аналогии с христианским белым и черным. Так что архетипики цвета никакой в помине никогда не существовало. Самое любопытное то, что черный краситель применительно к одежде, в общем-то, научились применять достаточно, употреблять очень поздно. Очень долго одежда была такая темно-черно-коричнево-фиолетово-синяя, мутирующая постоянно под лучами солнца и, в общем-то, сильно неровная. По-настоящему черная одежда появилась очень поздно. При том, что любопытно, на самом деле, технология получения более-менее качественной черной одежды была известна очень давно. Но этот процесс был очень-очень дорогостоящим. Есть такое чудо биологическое – это галлы, это личинки орехотворок, которые откладывают свои вот эти скорлупы, да, в окон, на листьях молодых дума. Эти галлы нужно собирать вручную, называются они чернильные ореши, там очень много атоминов, и из вот этих галлов можно получать очень стойкие черные красители. Эта технология была известна с древних времен, но стоила такая одежда и сам процесс воспособленности. То есть их нужно было очень много, а это где их набрать, то есть это штучный продукт. То есть массово это никогда не использовалась такая технология. И вот что интересно, то есть получается, с одной стороны мы наблюдаем фактически полную слепоту тех же греков к синему. Я вам напомню, что, в общем-то, синего цвета мы радуги не видели просто несколько веков классической культуры. При этом черный цвет на самом деле не только в эпоху полиолита, не только как его оттенки всевозможные в смеси с белым, то есть различные градации серого в Египте, но и еще большее количество черных красок применяется в Древнем Риме. То есть получается, какие-то зоны цветовые абсолютно не воспринимаются, которые мы сейчас очень дифференцированы, а какие-то воспринимаются очень тонко, которые мы как раз сейчас абсолютно не петь. То есть древнеримские художники использовали огромное количество черных красок. И они считались различными, в том числе различными по символизму, по их значению. Позвольте себе цитату из Кустура. У древних цивилизаций восприимчивость к черному была глубже и многостороннее, чем у современных социумов. Не было такой области жизни, в которой существовал бы один единственный универсальный черный цвет. Все. Были распространены различные тона и оттенки черного. Больба с мраком, страх темноты, стремление к свету постепенно накручили сначала доисторические племена, а затем людей античности различать величайшие градации и нюансы тьмы. И в итоге они создали целую шкалу различных оттенков черного. Самое раннее свидетельство об этом – живопись эпохи Палеолита. Уже тогда у художников было несколько красителей для создания черного цвета. А впоследствии их число медленно, но неуклонно возрастало. А спустя несколько тысячелетий в Древнем Риме живописцы располагают целой гаммой оттенков черного – матовым и блестящим, слабым и насыщенным, резким и мягким, с сероватым, коричневатым или даже синеватым отливом. Причем художники тех времен, в отличие от красильщиков, умеют обращаться со всем этим богатством и с помощью разработанных ими технических приемов добиваются нужного им колорита. Здесь не случайно посторонний акцент на отличие художников от красильщиков. Действительно зафиксировать черную краску на одежде и сделать это качественно люди сумеют только в эпоху Ренессанса. До этого черная поэтому и была одеждой прежде всего нищебродов, потому что это, в общем-то, одежда грязная, одежда мутирующая. И назвать там какой-то точный ее тон, ну, фактически невозможно. Любопытно, но не только внутри каких-то базовых цветовых шкалов, по типу черный-красный в египетской культуре, или черный-белый в христианской, но оппозиции в те древние времена могли быть внутри одного и того же колористического оттенка. То, что мы сейчас называем единым доном, единым цветом, то есть внутри черного и внутри белого. Если в других цветах древней цивилизации фиксировали чаще всего краситель, то есть не оттенок, а то, из чего цвет сделан. Могли фиксировать настроение, как я вам приводил пример с древними греками. Иногда же даже фиксировали просто цвет, то, собственно, сам оттенок. Это красный, например, или зеленый. Однако для черного и белого цветов в большинстве языков Европы, включая латинский язык, были распространены два слова. Один для матового, другой для блестящего. И самое удивительное, что эти разграничения внутри цвета существуют вплоть до XVIII века. То есть они отмерли относительно недавно. Для черного цвета это прежде всего атер и ниггер. На самом деле не нужно смотреть на данное изображение как на рекламу айфона, к которому я, на самом деле, отношусь очень плохо. В данном случае просто первая картинка, которую смог найти, где очень хорошо показана разница между матовым и глянцевым черным. То есть для нас это по-прежнему черный и черный. Но вплоть до XVIII века это было два совершенно различных цвета со своим символизмом. Более того, это не просто два различных цвета, это два имени. В одном случае это атер, в другом случае ниггер. Опять позвольте себе цитату из Мишеля Кустуно. Слово атер предположительно ритруцкого происхождения. Долгое время оставалось в латинском языке наиболее употребительным названием черного цвета. Вначале оно было нейтральным по смыслу, но потом все чаще стало обозначать матовый или приглушенный оттенок черного. А ко II веку до н.э. приобретает негативную коннотацию. Теперь это неприятный черный цвет, отталкивающий, грязный, печальный или даже ужасный. А вот ниггер, слово неизвестного происхождения, долгое время употреблявшееся гораздо реже, чем атер, вначале означало только черный блестящий. Затем его стали применять для обозначения всех оттенков черного, упоминаемых в позитивном смысле. И, в частности, великолепных оттенков черного, которые встречаются в природе. В начале императорской эпохи оно уже стало более употребительным, чем атер. И от него произошла целая семья обиходных слов. Ну, в частности, перный ниггер часто встречается, да, то есть очень черный. И субнигер. Субнигер, кстати, любопытно, это слово обозначает фиолетовый. То есть не до черный, это фиолетовый. То есть из данной цитаты абсолютно очевидно, что атер и ниггер это не просто матовый и глянцевый, но это совершенно различные, так скажем, кристелляции смыслов. То есть атер это не просто матовый черный, но это ужасающий, это зловещий. Это черный, который несет весь смысл, все составляющие, связанные с негативным началом, в то время как ниггер это не просто блестящий, но это позитивный черный. То есть на протяжении долгого количества времени, в частности еще у Шекспира, это встретим различные оттенки черного, совершенно разный смысл присутствует. То есть вот эта оппозиция белый-черный, она очень позднего происхождения на самом деле. Более того, с белым цветом было абсолютно так же. Здесь это альбус и кандидус, и еще раз приведу цитату. Классическая латы располагает также двумя базовыми терминами для употребления белого цвета. Альбус и кандидус. Первый долгое время был наиболее употребительным, а затем приобрел специфический узкий смысл, молочно-белый или белый-нейтральный. Второй, напротив, вначале означал только ослепительно-белый, затем стал определением для всех белых тонов, близких цвету синего, а также оттенков, имевших особое сакральное, общественное и символическое значение. То есть альбус изначально это матовый белый, а кандидус глянцевый белый, но очень быстро они начинают нагружаться своим символическим рядом. И если для латинского мира альбус еще не является негативным, то я вам сейчас продемонстрирую, как уже в средние века в древнегерманском, среднегерманском или среднеанглийском оттенки и белого цвета в том числе приобретут совершенно различное символическое значение. Будет белый сугубо негативным, так же, как и будет черный сугубо позитивным. Так, в частности, в древненемецком языке есть такое слово «schwatz», не «schwatz», «schwatz» – это тускло-черный. А есть слово «blach» – это яхта черная. Есть «litz» – матово-белый, и «blach» – белоснежный, блестящий белый. В староанглийском тоже есть подобная четырехструктурная позиция, четырехчастная. Слово «schwatz» переходит и сюда, здесь это «schwatz», тоже означает «тускло-черный». Это слово можно встретить, повторюсь, даже в «schwatz» – среднеанглийского языка. В то время как привычный для вас «blach» – это яхта черная. Это черный, блязовый, блестящий. White – это матово-белый, не блестящий. В то время как «blank» – это белоснежный. Эти разграничения полностью отомрут только к началу восемнадцатого столетия. Понимаете? То есть это совсем недавно произошло. До этого очень важная позиция между матовым, тусклым и блестящим. И самое в этой оппозиции забавное, я бы сказал самое уникальное – то, что слово «black» и слово «blank» однокоренные. То есть на самом деле блестящий черный, блестящий белый – родственны я. Вот в чем дело. Ключевая оппозиция между блестящим и матовым, а не между черным и белым. То есть та оппозиция, которую мы сейчас знаем, оппозиция черного и белого, в той форме, в которой мы сейчас знаем, сформировалась в семнадцатом столетии. Относительно недавно. В принципе, много лет. И здесь я бы хотел как раз перейти на вопросы оппозиции базовых, ибо любое разграничение, любое возможно только внутри этих самых оппозиций. И надо сказать, что никакой универсальной модели для человеческой культуры тут найти не удастся никаким образом. Да, для христианской культуры, конечно, ключевой является оппозиция света и тьмы. Это не совсем цветовая оппозиция, а критическая оппозиция, но которая достаточно быстро мутировала и некое подобие оппозиции цвета. То есть белый для библейских источников – это почти всегда оппозитивный, а черный в большинстве случаев все-таки негатив. Но, повторюсь, это связано исключительно с христианской культурой. В других культурах все совершенно так. Да, мы знаем, что свет, согласно книге «Бытия» и «Дотворение рук Божих», более того, свет часто отыждествляется с Богом. Ну, вы помните Апгустиновское «Бог есть свет». Оттуда очень много всевозможных высказываний, речений и поговорок проистекает, типа учение свет, а не учение тьма. А с другой же стороны, в оппозиции Бога, который есть свет, находится у нас князь Тьмы. Определение для дьявола. Понятно, что эта оппозиция никогда не была манихейского толка, то есть она не была именно равноправной. То есть никто из христианских теологов не стоял на позиции равноправия Бога и дьявола. Но, тем не менее, в цветах это решалось достаточно, я бы сказал, паритетно. Белый и черный, как зло и благо. Однако, несмотря на то, что, в общем-то, такая оппозиция черного и белого встречается уже в первых же книгах Ветхого Завета или Торы, если брать людейскую традицию. Ну, вы помните не только разделение света и тьмы и порождение света в начале книги Бытия, но и цветовой символизм в Михеопотопе, где черный ворон, которого выпускает Ной из Ковчега, в общем-то, не вернулся, хотя обнаружил сушу, да, он решил поплевать труп там. Вот, а белая головка возвращается и приносит оливковое лето. И вот эта оппозиция белого и черного, казалось бы, задается очень определенно, четко и должна выполнять вот эту свою базовую функцию. Однако, не все так просто. И в христианской, в том числе серьезной теологической литературе, и в быту христианской Европы мы находим все-таки амбивалентное отношение как к черному, так и к белому. Да, у этих цветов все-таки есть определенные базовые символы. Черный для христианской культуры не так часто выступает как позитивный цвет, а белый не так часто как негативный, но, тем не менее, однозначно белый позитивным не был. В частности, приведу пример такие, что когда пошла мода на наделение тех или иных добродетелей и пороков цветовым символизмом, то, в частности, ленность сопрягается всегда с белым цветом. То есть, один из ключевых пороков христианской церкви, получается, обретает белый окрас. Более того, иногда белым цветом именуют, сопрягают с ним даже грех гордыни. Чаще всего это красный для гордыни, но, тем не менее, можно найти источники, когда с белым сопрягается гордыня тоже. То есть, белый не обязательно выступает в роли позитивного цвета. Более того, черный цвет тоже не всегда становится исключительно отрицательным. Но, в частности, черный в средние века сопрягался с раскаянием, кротостью, скромностью и даже наружностью. Ну, не случайно, именно в этот цвет выкрашивается одежда многих монашеских орденов. Навряд ли бы они стали носить одежду, если бы она ассоциировалась исключительно с дьяволом. При этом, естественно, мы знаем такие выражения, как «черная месса», «чернокнижие», «князь тьмы» и так далее. То есть, с другой стороны, есть и абсолютно однозначно негативное распространение «черного». Это значит, что вплоть до нового времени даже в христианской Европе цветовая позиция все-таки не столь однозначна, как мы ее часто склонны воспринимать в нашей мире. Даже, на самом деле, если взять какие-то такие символы базовые для многих очень культур, как, допустим, «черный ворон», не только символ, саму по себе птицу, и всю констелляцию значений, связанных с этой птицей, то и тут мы не сможем найти никаких архетипических цветовых соответствий. То есть, если для христианской культуры «черный ворон» – это однозначно негативная птица, абсолютно точно, ибо это заявлено уже в библейском мифе ветхозаветном, то, к примеру, для тех же древних германцев «черный ворон» – это всегда птица самая позитивная. То есть, у «черного ворона» нет никаких негативных ассоциаций с ним не связанных, никаких. То есть, это предвестник победы, вестник богов, да, Одина прежде всего, птица, которую, если встретишь, то удачей. То есть, все то же самое с точностью да наоборот можно встретить в христианской культуре. Все суеверия связаны с черным цветом, с черными кошками, с черными воронами, с черными свиньями. Кстати, тоже весьма любопытный момент. Мы привыкли сейчас, что свиньи розового цвета. Так вот, розовые свиньи были выведены в Европе в 19 веке. До этого свиньи, естественно, черного цвета. Поэтому это животное во многом выделялось столь негативными смыслами, потому что оно было черного цвета. Так что наше представление о древней культуре, оно, на самом деле, весьма и весьма условно соответствует реальному того времени. Приведу еще вам один пример очень благородного понимания черного цвета. Когда начинает складываться жанр рыцарского романа, ну, там, с Кротьена до Труа и в более позднее время, вплоть до Айвенко того же, да, то есть, я не говорю, что это одна традиция, но цветовой символизм там схожий. Так вот, в этих рыцарских романах есть фигура черного рыцаря. Черным рыцарем именуется рыцарь с гладким одноцветным щитом, то есть, щит просто выкрашен в один цвет и не имеет каких-то гербовых примет иных. Так вот, черный рыцарь никогда не бывает зловредным рыцарем. Это всегда фигура инкогнито. Эта фигура, как правило, некого позитивного персонажа, но если вы помните, Вайвенга, это, в общем-то, Вичер, который возвращается инкогнито на родину. И главным персонажем он помогает как раз. То же самое мы можем встретить и в древних рыцарских романах. То есть, эта фигура, скорее, помощника главного героя, чем оппозитная ему. И черный здесь, это просто цвет тайны. И не более того. В то время как красный рыцарь, почти всегда отрицательный персонаж. Либо очень всклочный, вздорный, либо даже, в принципе, порождение ада. Ну, в такой ипостаси мы его встретим в Либерновусу у Карла Густава Юнга, где некто красный – это именно сатана, не черный. Так что вот эта базовая позиция черно-белой очень позднего происхождения, которая в нашей культуре, в общем-то, приобрела, я бы даже сказал, некоторое нездоровое тело. Потому что хорошо, когда позиций несколько. И даже в средние века люди по-прежнему отличают в черном цвете огромное количество оттенков. Это, опять же, зафиксировано в языке. Не только вот в этих базовых оппозициях черный матовый, черный глянцевый, белый матовый, белый глянцевый, но и в устойчивых выражениях для обозначения цвета, какие мы встречаем. Черный, как смола. Очень часто. Черный, как ягоды тута. Черный, как крыло ворона. Черный, как сажа. Черный, как чернила. И так далее. То есть, для обозначения оттенка черного использовалось большое количество сопутствующих выражений. В то время, как сейчас, мы называем просто черным. Зачастую, даже не уточняя глянцевый или матовый, вот постепенно стирание градаций черного цвета. Черный цвет стал обычным для нас, потому что мы видим его в книге. Начиная с эпохи книгопечатания, естественно, черный и белый становятся обыденными цветами, оппозитными к собственным цветам, как мы это понимаем. То же самое можно сказать и о современном восприятии белого. Не буду лезть в какие-то философии, я приведу ему совершенно обыденный такой жизненный пример. Заказал я как-то кондиционер. И он был белый по каталогу. Это солидная фирма, одна из лучших, возможно, лучших в принципе, которые делают кондиционеры. Это японская фирма Daikin. По имени это значился он белым. Но когда его мне привезли, я даже сначала решил, что мне не то привезли. Потому что белому его назвать было нельзя никак. Не могу сказать, что это плохо. Меня он в итоге всем устроил. То есть японцы, естественно, как человек практичный, сообразили, что если он будет таким матовым, скорее ближе даже к кремовому, то, во-первых, он менее заметно, а вещь это, в общем-то, не самое красивое было. А во-вторых, просто это значительно практично. А так как у него срок службы, даже по техпаспорту больше 20 лет, то, естественно, предполагает, что он за это время может замораться, выцвести и так далее. Поэтому они не делают его именно белоснежным. Я бы даже не сказал, что он матовый белый. То есть он, скорее, все-таки кремовый. Но он называется везде, во всех этих документах, белым, на любом языке мира. Они продают везде. Более того, делают, естественно, преимущество для Европы и в Европе, что редко, не в Китае. Вот пример современный, понимаете, абсолютно новый пример, когда белый, по большому счету, это настолько большая градация, что туда может попасть уже все что угодно, даже не белый. Самое забавное то, что иногда можно встретить некие якобы подтверждения архетипической оппозиции черного и белого с ссылкой на вот такую универсальную мировую игру, как шахматы, якобы. Появилась на Востоке, захватила практически весь мир, существует уже несколько десятков веков. Да кого это? На самом деле, ничего подобного, как раз шахматы опровергают любую архетипику. Приведу вам очень кратко подлинную историю цветов шахматов. Ну, появились шахматы примерно в шестом веке в Индии, и, естественно, будучи игрой восточной, они вобрали в себя базовую оппозицию восточной культуры. То есть, черного и красного. Первоначально шахматы были черных красных. Это, естественно, новые шахматы. Более того, такие шахматы по-прежнему используются на Востоке. Ключевая позиция для Востока – это черный и красный. В Европу шахматы попадают в IX-X веке. Но для Европы это абсолютно непонятная позиция. То есть, для Египта бы пошла. Для Европы – не ясно, почему черный против красный. И начиная с XI столетия, нового, естественно, в Европе заменяют цвета в шахматах, чтобы сделать их понятными европейцам. Как вы думаете, на какие цвета? На белый и красный, естественно. Ключевая оппозиция для этого времени. А вовсе не белый и черный. Абсолютно непонятная позиция для XI столетия. И только к середине XIII века, когда складывается общество совершенно иного типа, когда цветовая шкала попадет в геральтику, и будет там разработано во всем ее многообразии, только тогда шахматы приобретут черно-белый цвет. Тот, который мы знаем сейчас. Повторюсь, в Восточном мире шахматы до сих пор во многих странах используются в изначально красный, черно-красный. Самое забавное же здесь, наверное, то, о том, что следует сказать, что, собственно, черный и белый в том виде, как мы сейчас их понимаем, в одежде не присутствовали фактически никогда. Я вам уже говорил, что ключевая оппозиция красный, черный, белый, которая существовала в древнем мире, на самом деле не тождественна, а цветовым оттенком. То есть под белым подразумевалась просто некрашенная одежда. Ну, какая-нибудь льняная одежда некрашенная или шерстяная одежда некрашенная, она может быть вообще не белая. И черный же вовсе научились получать очень поздно, хотя это всегда была, естественно, крашенная одежда, но это была именно грязная одежда. История с появлением настоящего черного в одежде весьма примечательна. Дело в том, что в XIV веке, в эпоху Ренессанса, начинается активная борьба с роскошью в одежде. И целому ряду классов запрещается носить одежду самых благородных оттенков. То есть дорогостоящее сукно для мещан было заказано. Запретили. То есть вводится целый ряд запретов и не только в одежде. Но мы понимаем, что уже в XIV веке зачастую эти самые купцы, торговцы были намного богаче, чем многие аристократы, которые отбирают себе право на торжественные одежды, а этим запрещают. Это, естественно, их очень оскорбило, а деньги у них были. И они вливают колоссальный денежный блок в разработку новых черных красителей. И очень быстро красильщики добиваются этого самого потрясающего благородного черного оттенка. И начиная с XIV столетия появляется по-настоящему красивый, устойчивый черный цвет. То есть черная одежда больше не является никакой грязной, не пойми какой, а становится полноценным красивым цветом, который, в общем-то, эти мещане с гордостью и носит. А очень скоро от них его унаследуют и коронованные особы. И черный, в общем-то, станет едва ли не основным благородным цветом одежды, каким он будет являться даже в XIX – начале XX столетия. В общем-то, костюм мужской в большинстве случаев он будет черным. В XV веке также проявляется впервые одежда серого цвета. До этого никогда одежда такого оттенка не существовала. Самое же забавное, что белая одежда, именно выкрашенная в устойчивый белый цвет, а не просто не покрашенная, появится только в XVIII веке. То есть по-настоящему оппозиция черного и белого, который мы можем увидеть в одежде, который мы знаем по мужскому смокингу или костюму, где белая рубашка и черный фраг, допустим, концертный, мы это встретим только с XIX века. Ранее ничего подобного просто не существовало. Такая черно-белая картина мира была нетипична для европейского. социума. Интересный еще один факт, который следует указать. За черным сейчас закрепляется такой любопытный спектр ассоциаций, и один из них это то, что черный цвет траура. И здесь я бы хотел опять привести одну цитату из работ Пустуро, в которой бы продемонстрировал вам, что на самом деле цвет траура на протяжении истории человеческой культуры сильно менялся. И черным он стал, опять же, относительно в недовнее время, а им с XVII столетия. Цитирую. «Траурные драпировки, которыми затягивались стены, и даже одежды родственников покойного, от них не всегда были черными. Они могли быть и серыми, и темно-синими, а чаще всего фиолетовыми. Некоторые государи в знак траура даже облачались в одежду ярких цветов. Так траур королей Франции долго был красным, а затем стал темно-малиновым, либо фиолетовым, а траур королев был белым. Так же выступали по случаю траура и некоторые вельможи во Франции и в соседних странах. Но с XVII века все меняется. Отныне существует только один траурный цвет – черный». Конец цитаты. То есть до XVII века белый цвет, который нами сейчас воспринимается исключительно позитивно, тоже мог быть цветом траура. Это традиционный цвет для траура французских королев. И он использовался на достаточно большом временном промежутке. Многие антропологи говорят о том, что для древних культур, но для архаичных сообществ цветом траура, цветом смерти был как раз белый. Так что, в общем-то, эта оппозиция, она весьма и весьма условна и типична лишь для современного намного общества. Еще один любопытный факт. То есть, если оппозиция в области одежды – черная для ремесленников и крестьян, красная для воинов, белая для жречества, существовала в общем-то в большом количестве социумов, и просуществовала достаточно долго, она захватывает почти весь древний мир. Да, и на самом деле будет существовать и в средние века. Вы ее отлично знаете по сказкам. Красная шапочка. Красная шапочка несет белый кусочек маслица, и встречает черного волка. Красный, белый, черный. Красная она только поэтому. Или там знаменитая басня про лесу вороны рисуют. Черная ворона роняет белый сыр в красной лесе. То есть базовая темнарная позиция, то есть не бинарного толка, а между тремя цветами, она в общем-то будет существовать очень долго в европейской культуре. И тем не менее, когда появляются гербы, цвет на гербе никак не может отсылать к тому или иному социальному классу. Во-первых, гербы могли быть у всех. Одна есть иллюзия еще такая, когда мы считаем, что гербы были только у аристократов. Да ничего подобного. Герб мог себе заказать абсолютно кто угодно, хоть ремесленник, хоть даже крестьянник. Мог сам создать, мог заказать профессионал. Другое дело, что он не мог пользоваться чужим гербом. Это да. То есть он не мог взять царский герб какой-то и использовать это как свой фамилий. Это он, естественно, не имел пора сделать. Но создать свой герб хоть с граблями он мог абсолютно на полном основании. Так и вот, если черный цвет был цветом тех же виланов, или цветом крестьян или ремесленников, то на гербе он мог быть хоть и перский цвет. И опять же, на гербе крестьянском мог быть как белый, так и красный. То есть цвет герантики уже не имеет некого стратификационного характера, которым цвет обладал очень-очень много. Цвет в одежде еще будет достаточно долго выполнять эту функцию. Многим будет приписываться ходить в одежде в определенного цвета. Ну, в частности, иноверцам прежде всего. Но геральдика как раз сильно переосмысливает сами оппозиции цветовые. И напомню, что в геральдике черный и красный относятся в одну группу цветов вместе с зеленым и синим. А белый и желтый, золото там он называется, в другую. То есть там две группы цветовые. Впервые белый и черный и красный разводятся отдельно. Раньше всегда были белый, черный, красный и все остальные базовые, а все остальное так нечто сопровождающее. Геральдика разрушает эту модель. Это у нас 12 и 13 лет ее возникновение. Более того, еще есть одна оппозиция, на которой часто любят зацикливаться. Это оппозиция черного и белого, как цвет кожи. Но в данном случае черного, естественно, с муглого. Ибо в Европе не так уж много было мавров. Они, конечно, встречались, но, в общем-то, это не тот процент, который мог повлиять на какие-то системы цветовые. Оппозиция, естественно, была между бледной кожей аристократа и с муглой кожей Вилана. Ключевая оппозиция. Но и здесь белый не всегда был позитивным, а темный негативным. Когда оппозиция сама смещается, а произойдет это в 19 веке, когда главным противником аристократа станет уже не Вилан, а рабочие фабрики. А, естественно, рабочие фабрики, они, на самом деле, не черные. Они как раз бледные, как смерть. Потому что там не было элементарно ни окон, ни нормально вентилируемых помещений. Естественно, эти рабочие были еще более бледными, чем аристократы. С этого момента аристократы вводят моду на загар. Они уезжают на юг и активно загорают. То есть загоревшая кожа противопоставляется бледной коже рабочего, который не может себе позволить куда бы то ни было съездить и загорать. Тем более, что тогда рабочий день элементарный. То есть, во-первых, не было выходного еще, то есть это ежедневная работа, а во-вторых, она была по 10 миллионов часов в день. Понимаете, чтобы никуда не уйдеть. Только в гробу. Последний путь. И интересно то, что вот этот переворот радикальный, что темный становится благородным, а белый, наоборот, негативным, он произойдет обратное. И мы, опять же, выворачиваем незнанко, когда, наконец, рабочие отвоюют себе кучу прав, когда они станут получать достойные деньги уже во второй половине 20-го века, когда как раз средний класс начнет активно загорать, а аристократы от этого опять полностью оказываются. И загар считается, ну, не бомбом. Это, в общем-то, это просто. Если вы его получили в естественных условиях, это даже вредным считается, а если в неестественных, то, в общем-то, это просто бескусится. То есть, получается, ключевую роль здесь выполняют некие социальные оппозиции, а не некая архетипическая символика цвета. Да нет ее никакой. Я вам уже рассылался на Ньютона. Это вообще непрерывная шкала. И поделить мы ее можем как угодно. Мы можем в красном сто оттенков выделить, а все остальные в один цвет списать оставшиеся. Можем равномерно поделить. Понятие равномерно здесь тоже очень-очень условное. Ну, поэтому те цветовые шкалы, которые мы воспринимаем сейчас, они, в общем-то, не абсолютно столь же условны, как цветовые шкалы, которые воспринимал древний век. У него они были одни, у нас они другие. Вот и все. И последний пример вам приведу, на этом, наверное, и закончим. Это смещение цветовых оппозиций миф о Христе Красильщике. Есть апокрифический миф, где ребенок Христос, его отдали учиться красивому ремеслу, и он не особо слушал учителя, в общем-то, все эти дорогие одежды и побросал в один чан. И когда учитель пришел разгневанный, ибо это были одежды богатых, влиятельных людей, он их силой чуда превращает в нужный цвет. Достаточно распространенный миф. Понятно, что его популяризировали преимущество красильщики. Это их фамильный миф. Но, прошу обратить внимание, в какой цвет Иисус красит эти одежды. Это важно. До 12 века во всех этих мифах фигурирует синий цвет. То есть самый отброс, самый плохой цвет, то есть испортить одежду, покрасить в синий. С 12 до 14 века Иисус портит одежду и покрасит ее в чернице. Потом, естественно, одежда приобретает все мысленные и не мысленные краски. Но с 14 века, я бы даже сказал, и по наши дни, самым отвергаемым цветом становится желтым. Иисус начинает красить одежду в желтый цвет. И любопытно, но даже самые современные опросы, которые активно начали проводить в 60-х годах и проводят по всей день, в европейском сообществе самый нелюбимый цвет – это желтый и оранжевый. В Америке больше оранжевый, в Европе больше склоняются к желтому. Черный – это просто некая серединка. Это не какой-то крайний, не какой-то особо негативный, не какой-то особо позитивный. Это просто один из цветов. Самый позитивный, естественно, синий, самый отрицаемый – желтый и оранжевый. Ну, в общем-то, вы эту позицию видите в современном кино, которое голливудовское кино, оно сплошь синий-оранжевое. То есть, это такая выбирается основная оппозиция цветовая. Особенно в постерах к кино это отлично может наблюдать. Ну, в общем, учитывая… У нас до которого часа? До с половины? До половины? Еще 9 минут. Один пример. Да, у меня хватит времени. Дело в том, что был в истории искусства беспрецедентный пример, когда цвета пытались передать внутри монограммного искусства, то есть героев. Когда появляется книгопечатание, тогда, естественно, и устанавливается привычная для нас оппозиция черного и белого, но не мгновенно, да, уже у другого. А когда, во-первых, бумага белая, наконец-то, станет, а не желтая. А во-вторых, должно пройти какое-то количество времени, чтобы повлиять на мультуру. Произойдет, на самом деле, в 17-м веке. И, естественно, художники, чтобы пропагандировать свою живопись, должны были пользоваться мастерами-граберами, которые бы копировали их картины и создавали прессы для публикации в черно-белых книгах. Другого варианта распространения живописи просто не существовало. Ну, нельзя заказать подсольку цветных копий. А здесь речь шла о тысячных тиражах. И одним из первых художников, который активно заинтересовался популяризацией своей живописи, был Рубенс. Понятно, деньги у него были. Хотел распространить свое влияние. И интереснейший пример сотрудничества двух великих художников – это Рубенс и Фостерман. Лукас Фостерман – величайший гравер того времени. Рубенс дает на копирование Фостерману целый ряд своих полотен для публикации их книгах. И их переписка – это нечто уникальное. То есть Рубенс пытается добиться от гравера, чтобы он точно воспроизвел те цветовые контрасты, которые заложены в его живописи. Мы понимаем, что Рубенс – это 50, если не 60 процентов вообще густого цвета. И лишь потом форма, композиция и так далее. Но единственная возможность распространять свою живопись – это черно-белый факт. И он пытается добиться от гравера аналога внутри черно-белой граверы цветовым контрастом. И на самом деле оказалось, что это возможно. То есть можно точечками черными нанести, можно штрихами, можно перекрестными штрихами. Эта система будет принята в геральтике. На черно-белых книгах мы можем узнать цветы гергов тех или иных по тому, как они там обозначены. Белые в точечку или белые в черточке – горизонтальные, вертикальные, перекрестные, диагональные и так далее. Они имитируют различные цвета. И вот один пример, но в одном случае вы видите подлинник Рубенцев, в другом. Гравюр – это мученичество святого Лаврентия. Вот еще пример – это поклонение волхвов. Если обратите внимание и более детально рассмотрите, то вы увидите даже отличие в самих фигурах. То есть понятно, что это не фотография. Это гравюра сыр картины, естественно, она будет немножко отличаться. Но здесь мы видим в случае с гравюрой даже большее количество элементов, оттенков изображения, чем на самом подлиннике. То есть тень, насколько рельеф там сделала. Естественно, то есть черно-белая гравюра, она должна была компенсировать гуйство цвета чем-то другим. И вот еще один пример – битва греков с амазонками знаменитая, тоже в цвете и решенной в виде гравюры. То есть мы имеем на самом деле уникальный пример попытки перевести цвет в черно-белое изображение не как просто сфотографировать картину. Так мы ее просто обесцветим, мы утратим большую ее часть. А с попыткой сохранить тот эмоциональный запас, тот эмоциональный накал, который решался в живописном полотне красками, здесь его пытаются решить совсем умными деталями, которые, в общем-то, сведены к монохромной шкале. Понятно, что сейчас, когда мы привыкли к фотографиям картин черно-белым, на любых старинных альбомах, то есть в альбомах 20-го столетия мы будем видеть только черно-белые картины, мы всю эту детальность даже не всегда можем воспринять. Вот в чем дело. Я показываю фактически авторизованные копии, переводы картин из цвета в черно-белые изображения. То есть работа шла фактически совместно. Крупин что-то критиковал, что-то советовал, и иногда даже приходилось переделывать по несколько раз. То есть это именно авторизованные переводы из цветного монохромного. Даже такие были баталии в области живописи, когда цвет мог переходить в не цвет, но сохранять цветовые позиции. Ну, на этом достаточно ярком примере мы тогда и закончим историю цвета. Есть какие-то вопросы по этому блоку лекций, по цвету? Нет? Ну и хорошо. Тогда в следующий раз пойдем по истории ужаса. Мы начнем с фильмов, с ранних фильмов. И первая тема будет посвящена феномену двойника. Двойник в жанре кладки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok